Здравствуйте, милые девушки! Меня зовут Ксения Зубчук, я специалист в нейропсихологии, НЛП-мастер международной сертификации и эксперт по женским вопросам. Сегодня хочу поговорить с вами про манипуляции в отношениях. И что такое манипуляции, да? Такое распространенное слово. И манипуляции делятся на несколько видов. Зачем вообще нужны манипуляции, да? И почему мы тоже манипулируем другими людьми? Так вот, проживая в социуме, мы практически не можем не манипулировать. Находясь в отношении с другими людьми, мы абсолютно все всегда манипулируем. Когда мы хотим достигать своих целей, и для этих целей нам нужны другие люди, мы тоже манипулируем. Когда у нас есть сотрудники, когда у нас есть люди в окружении, которых мы хотим направить в какое-то направление своей жизни, которое нам хочется. Мы не манипулируем. И так же самое эти люди, которые имеют какие-то цели, и вы входите в их цели, они вами манипулируют. Так вот, манипулировать или не манипулировать, тут вопрос в другом. Почему? А если не манипулируешь ты, то манипулируют тобой. И в чем же заключается манипуляция? Манипуляция идет в том, что если она на осознательном уровне, то, например, какой-то человек ставит цели, в эти цели входят другие люди, и он с помощью манипуляции делает так, чтобы эти цели достигались. То есть он нажимает на болевые точки людей, которые для него важны. И мотивирует их двигаться в том направлении, которое он хочет. А как же манипуляции происходят в отношениях? Может быть, очень часто вы сталкивались с такими ситуациями, что когда вы или ваш партнер вас критикуют, он говорит вам какую-то негативную речь в вашу сторону. Возможно, он давит на вашу самооценку или еще что-то. И заметьте, на определенные слова вы начинаете чувствовать себя негативно. Это уже манипуляция, когда ваше состояние внутри меняется от слов другого человека. Так же самое вы, возможно, замечали, что когда вы что-то определенно говорите, у вашего партнера начинает меняться настроение, он начинает становиться агрессивным или, наоборот, печальным. И если вы не задумывались о том, что почему так происходит, да, вы сманипулировали этим человеком, и вы, возможно, даже не осознанно поменяли его состояние. Но вопрос в другом. А выгодно ли вам это? Так вот, манипуляции бывают двух контекстов. Есть манипуляции, которые вдохновляют других людей и двигают их в цели, когда вы общаетесь, например, со своим мужчиной в таком формате, что его это манипулирует к достижению цели, у него появляется вдохновение, и он благодарен вам за то, что вы рядом, и за то, что вы как-то влияете на его жизнь в таком положительном контексте. А бывают и негативные манипуляции, когда вы начинаете рассказывать, какой он плохой, и в каких контекстах своей жизни он что-то делает неправильно. Тогда вы понижаете самооценку вашего партнера и очередной раз показываете ему, что недостаточно совершенный он человек. И при этом, если у вас цель вывести его из зоны комфорта и заставить его двигаться к каким-то целям или чего-то достигать, то этими манипуляциями вы не добьетесь своих целей, вы всего лишь только будете разрушать ваши отношения. Также очень часто встречаются манипуляции в воспитании детей, когда мама, например, ему говорит, если ты это не сделаешь, то этот, этот, этот ты не получишь. То есть вы уже заставляете силой, своего рода силой, манипуляцией делать вашему ребенку то, чего он не хочет. Причем при этом это можно сделать совершенно по-другому. Сделать так, чтобы ребенок сам хотел это сделать, и тогда не придется ему говорить, чего он лишится. Вы тогда тренируете своего ребенка желание двигаться к цели, а не делать это, потому что мама заставила. Или, например, мужчина, да, то есть можно вдохновлять мужчину так, что он будет двигаться к своим целям, потому что рядом с ним есть такая замечательная женщина, или потому что она его просто задалбывает, и он не хочет двигаться к своим целям, и иногда даже он не хочет просто приходить домой. Такое тоже очень часто встречается. Так вот, манипулировать или не манипулировать, в принципе, здесь вопрос не возникает. Возникает вопрос в другом. Как именно манипулировать? Понимаете, можно манипулировать так, что рядом с вами будет очень хорошо и комфортно другим людям, и причем цели будут достигаться, и цели людей, и ваши в том числе. Или манипулировать так, что люди будут чувствовать раздражение и состояние какое-то негативное внутри, рядом с вами. Поэтому задумайтесь о том, какую обратную связь у людей вы получаете в своей речи. И обратите внимание на то, как люди с вами общаются. У женщин это можно очень часто вспомнить состояние, когда мама вам что-то навязывала, когда мама вам рассказывала, как правильно делать, как неправильно. Это тоже манипуляция со стороны мамы. У мамы, возможно, свои цели на вашу жизнь, и ее совершенно не волнует то, чего вы хотите. Видите, она же мама, она порой иногда знает лучше, ну, как на ее мнение, но это не факт. Знаете намного лучше только вы. Только вы сами можете почувствовать, чего вы хотите на самом деле. Но манипуляции в нашем мире, они заставляют вас хотеть совершенно другого. Что же происходит с манипуляциями в мире вообще, да? Да, идут все время рекламы. Она прописана такими фразами, такими словами, что вы на эту рекламу включаетесь, и своего рода через рекламу вас уже, вами манипулируют. Постоянно манипулируют через телевидение, через разные какие-то передачи, новости и все остальное. Реклама на телевидении, постоянные манипуляции. Также у нас можно встретить манипуляции практически везде, во всех торговых точках. Когда вы приходите, я вам рассказываю, только сегодня выгодная цена. Или в ближайшие 2-3 дня только по этой цене можно что-то купить. Это тоже манипуляция. Но иногда это бывает для вас выгодное предложение, а иногда нет. Возможно, вам эта вещь абсолютно не нужна, но в Ави сманипулировали выгодной ценой. Поэтому отслеживайте такие моменты в своей жизни. Ставьте комментарии, оставляйте комментарии под видео, ставьте лайки, делитесь моим видео со своими друзьями. Также пишите свои вопросы на интересующую вас тему. Я буду отвечать в своих видео. Сегодня всё. Пока! До скорых встреч!